Завершение короткой торговой недели в Соединенных Штатах снова не обещает трейдерам спокойных торгов. Траты и доходы физических лиц сегодня в фокусе внимания и задают настроение рынку. Именно эти показатели являются предпочтительными для Федеральной Резервной системы, а значит и для всей Фондовой Америки. Перспективы торгового дня и будущего денежно-кредитной политики уже оценили эксперты группы компаний Инстафорекс. Это свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Торговый четверг не принес Уолл-стрит успокаивающих экономических данных и лишь укрепил веру в сильную экономику и устойчивый рынок труда в Соединенных Штатах. При этом ключевые индексы – волатильные торги – смогли завершить в зеленой зоне. И к звонку о закрытии бирж промышленный Dow Jones вернул 108 пунктов – это 0,33%. Nasdaq смог к завершению торгов прибавить 0,72%, а S&P 500 закрылся выше 0,53% у значения в 4 012 пунктов. Предрыночные торги пятницы биржевые топы провели в подавленном настроении. Индексы углублялись в красную зону, темпы падения были от 0,2% до 0,7%, но после выхода свежих данных о расходах на личное потребление потери усугубились и углубились в красную зону от 0,9% до 1,4% для индексов. Учитывая основу дня, прогнозный диапазон для эталона в S&P 500 теперь определен в границах 3870 и 3990 пунктов. Wall Street завершила четверг на положительной территории. Индекс S&P 500 прервал четырехдневную полосу проигрыша, поскольку инвесторы размышляли о том, как политика процентных ставок может повлиять на экономику США. Фондовые рынки в этом году были волатильными, откатившись в феврале после синого января, когда инвесторы пытались выяснить, что Федеральная резервная система США будет делать с процентными ставками. Ястребинные комментарии политиков чередовались с данными, указывающими на сильную американскую экономику. И в четверг Министерство труда заявило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработицы, неожиданно сократилось на прошлой неделе, что отражает жесткие условия на рынке занятости. В отдельном отчете подтверждается, что в четвертом квартале экономика стабильно росла, хотя большая часть роста была вызвана повышением уровня товарных запасов. Согласно второй оценке правительства, валовый внутренний продукт США увеличился на 2,7% в четвертом квартале. Экономисты прогнозировали рост на 2,9%. Если вы настроены на рост, то вы можете получить множество поддерживающих факторов. А если вы настроены по медвежьей, то есть много факторов, которые могут оказать поддержку. Поддержку рынку акций в четверг оказал корпоративный сектор и рост нефтяных котировок. Так Nvidia сообщила о положительной прибыли и выросла на 14% после прогноза квартальных продаж выше оценок и сообщения о резком росте использования ее чипов для искусственного интеллекта. Другие производители микросхем тоже выросли. Акции Broadcom, Intel и QL.com прибавляли от 0,6% до 1,8%. Услуги связи упали больше остальных на 0,7% и это было пятое падение сегмента подряд. Среди других акций Netflix подешевела на 3,4% после сообщения о том, что стриминговый сервис снижает цены на подписку в 30 странах. eBay зафиксировали самое большое дневное падение с 13 сентября, упав на 5,2% после предупреждения о резком снижении спроса в первой половине 2023 года. Акции Moderna упали на 6,7% до самого низкого уровня с ноября после того, как производитель лекарств подтвердил свой годовой прогноз продаж в размере 5 млрд долларов, несмотря на то, что его продажи в четвертом квартале превзошли оценки экспертов. Уже в рамках предрыночных торгов в пятницу настроения трейдеров были не на стороне риска. Акции мегакапиталов, таких как Tesla, Amazon и Nvidia упали примерно на 1% каждые на премаркете и усугубили потери ближе к открытию бирж. Кроме того, акции Boeing упали на 3% после того, как Федеральное управление гражданской авиации заявило, что производитель самолетов временно приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner. Акции Warner Bros. Recovery упали на 4,9% после сообщения о большем чем ожидалось в квартальном убытке из-за единовременных расходов, связанных с сливанием Warner Bros. и Discovery. Но новости корпоративного мира сегодня затмевают макроэкономические данные. Итак, личные расходы в Соединенных Штатах в январе 2023 года выросли на 1,8% в месячном исчислении, восстановившись после обвала на 1,1% в декабре и опередив прогнозы рынка о росте лишь на 1,3%. Это самый большой рост с марта 2021 года, что свидетельствует о сохраняющейся силе потребителей вопреки высокой инфляции и повышению ключевой ставки ФРС. В январе 2023 года личные доходы в США выросли на 0,6%, ускорившись с 0,3%, но не оправдав ожиданий рынка в отношении роста на 1%. Несмотря на то, что показатель личных доходов вышел слабее, общая сила расходов выглядит буквально как красный флаг для фондового рынка. С такими цифрами и учетом предыдущих показателей надежды на рост Уолл-Стрит сегодня практически нулевые. Но, как всегда, есть «но». Настроение рынку могут поднять спикеры ФРС Мейстер и Коллинз, хотя эта надежда довольно призрачна. На валютном рынке индекс доллара вырос до 7-недельного максимума в пятницу. В ожидании выхода индекса расходов на личное потребление котировка USDX серьезно потеснила коллег по корзине валют. Индекс внутри дня прибавлял 0,33% в весе и торговался на высоте 104,93. Что касается перспектив дня, то прогнозный диапазон для индекса доллара очерчен в границах 104,8 и 105,7. Сильные данные по занятости в США и риторика представителей Федеральной резервной системы в этом месяце об открытости к более высоким ставкам, если это необходимо для борьбы с инфляцией, привело к тому, что доллар отыграл свои потери с начала года. Индекс доллара был настроен на четвертый недельный прирост подряд, поднявшись на 2,5% в этом месяце. Это показывает, насколько далеко зашел разворот в рыночной переоценке перспектив денежно-кредитной политики в 2023 году. Данные на этой неделе лишь продолжили подчеркивать силу экономики США и устойчивость рынка труда, которые лежат в основе инфляции. Сейчас инвесторы ожидают, что ставки в США достигнут своего пика в июле на отметке 5,35% и останутся выше 5% до конца года. Ожидание разворота и снижение ставок в 2023 году на данный момент практически полностью сведены на нет. Похоже, рынок ждет новый среднесрочный этап господства USDX, по крайней мере до тех пор, пока макоэкономические данные не покажут устойчивой дезинфляции. В любом случае, перспектива торгового диапазона доллара, если и не выглядит как обновление максимума 2022 года, то склоняется к устойчивой позиции индекса на довольно высоких уровнях. Что касается канадской валюты, то внутридневной рост доллара к новым максимумам года оказал на каде серьезное давление. Пара USDCAD внутри дня двинулась вверх довольно уверенным шагом в 0,4%. Актив торговался вблизи высоты 1,3596. Что касается прогнозного диапазона, то он для котировки очерчен в границах 1,3540 и 1,3640. Растущая сила доллара привела канадца к обновлению минимумов года. При этом восстановление сырьевых котировок оказало минимальное воздействие на цену актива. Нефтяные котировки продолжили вторую сессию роста подряд, но глобальные перспективы все еще выглядят туманными. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до $82.90 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,7%. На предыдущей сессии индексы выросли примерно на 2% из-за планов России сократить экспорт нефти из-за своих западных портов на 25% в марте, это превысило объявленное сокращение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки. При этом более высокие, чем ожидалось, запасы нефти в США продолжают бросать вызов перспективам спроса на нефть. Запасы сырой нефти выросли на 7 млн 600 тыс. баррелей до примерно 479 млн баррелей за неделю. JP Morgan заявил в пятничной заметке, что по его мнению краткосрочные цены, скорее всего, снизятся до $70, поскольку сдерживающие факторы глобального роста усиливаются. Отметим, что Brent сейчас торгуется на 14% ниже, чем годом ранее. А что касается криптовалютного рынка, то биткоин упал почти на 2% за последние 24 часа и внутридневные торги провел ниже уровня в 24 тысячи долларов. К моменту подготовки материала к данному видео актив торговался выше на 0,2% у высоты в 23 900 долларов и фактически топтался в ожидании до выхода данных о личном потреблении. Что касается топовых айткоинов, то эфир, солана, риппл и лайткоин торговались разнонаправленно, но в довольно узком диапазоне – от 0,2% до 0,2%. При этом настроения в мире были на стороне криптовалютных активов. Ложкой дегтя в бочке, состоящей из дегтя и меда, стал опубликованный план действий МВФ. Глобальный кредитор заявил, что его исполнительный совет обсудил документ «Элементы эффективной политики в отношении криптоактивов», в котором содержится руководство для стран-членов МВФ по ключевым элементам надлежащего политического регулирования на криптоактивы. Главной рекомендацией заключалась в том, чтобы защитить денежный суверенитет и стабильность путем укрепления основ денежно-кредитной политики и не предоставлять криптовалютным активам статус официальной валюты или законного платежного средства. При этом рынок довольно холодно отреагировал на эти рекомендации и был сосредоточен исключительно на данных по Соединенным Штатам. Что касается торговых перспектив биткоина, то они на сессию очерчены в границах широкого диапазона между уровнями в 23 300 и 24 500 долларов. К этим значениям цена может двинуться, если биткоин предварительно преодолеет уровни опоры в 23 600 и 24 100 долларов. Таким завершение торговой недели в Соединенных Штатах видят эксперты группы компаний ИнстаФорекс. Наша команда желает вам провести этот биржевой день удачно и уйти на выходные с прибылью. Торгуйте с комфортом и с ИнстаФорекс, и до новых встреч на канале. Увидимся в понедельник!